В Титов арене представители всех военных округов России. Эти бойцы будут несколько дней бороться за звание лучших в армейском рукопашном бою. Такой вид спорта не терпит нежности и на коврах представители разных войск, начиная с воздушно-десантных и заканчивая пехотой. В рукопашный бой здесь вошли лучшие приемы, как от бокса, так и от самбо, от дзюдо и других видов единоборств. И в принципе, если брать, как готовится та или иная команда, тут все зависит индивидуально от тренера. Кто-то уделяет больше внимания ударной технике, кто-то больше борцовской технике. Среди участников есть и срочники, и ветераны боевых действий. К примеру, Тимур Гурбанов в синей форме вернулся из зоны СВО с ранением ноги, поэтому на ковре вел себя аккуратно. Спорт в принципе закаляет, а армейский рукопашный бой закаляет втройне. В зоне специальной операции это очень было заметно, на своем опыте могу сказать. Потому что люди, которые занимаются спортом или занимались, они более смелые, более сильные, более отважные, более у них коллектив слаженный. В Барнауле такие соревнования на призы генерала-полковника Шаманова проводят уже в восьмой раз. В прошлом году всероссийский этап отменили из-за спецоперации. В 2021-м из-за последствий пандемии коронавируса. Сейчас турнир возобновили. Традиционно его почетными гостями стали герои России. Они приехали в Барнаул в рамках всероссийской акции «Вахта героев Отечества», которая проходит в те же даты, что и сам турнир. Игорь Станкевич хорошо помнит, как зарождался в стране армейский рукопашный бой. Когда не было понятия армейский рукопашный бой, было самбо, армейские приемы, которые изучались. Но разные веса, потому что в группе разные люди, разные результаты. Первая настоящая хорошая травма была на ковре. Финал Кубка Вооруженных сил России по рукопашному бою пройдет в Рязани в конце ноября. Туда попадут команды, набравшие наибольшее количество очков за предыдущие этапы. Елена Кузовкина, Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. День с толком.